Всем привет! И что я вам в сказке там рассказываю? Я вам расскажу наши семейные истории, а они у нас есть. Итак, про мою семейную жизнь, про семейную жизнь. Знаете, у меня спрашивали, спрашивали раньше, сейчас уже не спрашивают. Про отношения интересно, да, вот, как это у нас, вот, в чем, в чем гармония наших отношений. Сейчас я расскажу, в чем гармония наших отношений. Кстати, сразу, смотрите, картинка, вот она стоит на диване уже три месяца. Угадайте, мы когда ее купили, да, муж пообещал, что повесить на стену, мы даже наметили уже там, где нужно повесить, и он пошел в офисе, попросил, в общем, там забыли, наверное. Угадайте, сколько раз я ему напомнила, что нужно картину повесить. Вот, ну, вы же меня уже знаете, да, немножко, вот, сколько раз я ему напомнила? Ни разу, правильно. Почему? Ну, потому что он тоже не слепой, я в это верю, что он не слепой. Ну, и что мне с ним цапаться, как бы, он же тоже видит, что она как-то не сильно висит на стене, а стоит здесь. Ну, и другой есть вопрос, что, ну, а у меня зато такое пятно яркое, да, на заднем фоне. Ну, и ладно, для меня, как бы, дороже отношения, чем картина на стене. Ну, это обо мне, так. В общем, девочки, поехали мы как-то на рыбалку. На рыбалку, это ж у меня мужа, видите, да, я ж его поддерживаю, я ж тоже рыбачка. И вот, как, знаете, бывает неудачный день у человека. Я думала вначале, что это мой неудачный день. А нет, слушайте, приехали на рыбалку, а обычно, как бы, я ловлю первое рыбину, я там много ловлю, ну, а там мы поехали втроем, сами поехали без всяких компаний. И если мы ездим сами, да, своей семьей, то я ловлю там больше, муж меньше, я не знаю, как это получается. Ну, или одинаково, но первую всегда рыбину поймаю я. Ну, в любом, в любой ситуации. И в этот день, родной, прекраснейший, первую рыбину поймал муж. Ну, это было чудо. Я решила, ну, сегодня не мой день. Значит, рыбу он снял с крючка и говорит, пакет, и мы складываем в пакет, да, этот улов. Положили в пакет, я говорю, куда пакет надеть? Он говорит, ну, положи на камень, а там камни такие огромные, огромнейшие валуны, как бы сделана такая коса, уходит в воду, и мы с этой косы, значит, скамни ловим. Он говорит, ну, в Хафмубее, кто знает, кто знает. И мы, я положила в пакет и положила на камень. А рыбина эта, там, она трепыхалась, ну, она такая, ну, такая, наверное, была приличная. И она там трепыхалась, трепыхалась, представляете, и вместе с пакетом падает вниз, между камнями и падает там самую воду туда вниз. И что тут началось? В общем, муж у меня такой завелся, он говорит, вот, ты специально ее выбросила, потому что я первый сегодня рыбу поймал. Ты не смогла этого пережить, ты привыкла, что ты лучше. А вот сегодня я первую рыбу поймал, и ты мне на зло специально ее так положила, ты ее специально туда выбросила. И я такая думаю, ну, блин. Думаю, ладно, мужику надо пар выпустить, как бы он тоже устает, он же такой сдерживает эмоции. Думаю, ну, пусть выпустит пар, думаю, давай, ладно. Представляете, я говорю, не переживай, ты сейчас еще поймаешь. Представляете, и раз, и он ловит вторую рыбину. Я говорю, я тебе говорила, он говорит, давай, это самое, это, начинает ее снимать, представляете, и я ему помогаю и роняю вторую рыбину в воду. И тут Остапа понесло. Значит, мы сидим же рядом на камнях, да? И он мне такой говорит, вот, это все потому, что ты сидишь там и меня ненавидишь, потому что я поймал первую рыбину. Ой, и он мне вот это сидит и разговаривает, говорит, вот, это потому, что ты сейчас сидишь, ты меня ненавидишь, и у меня поэтому рыба, все это теряется, рыба срывается, что-то уходит, я не могу. Это все, это потому, что вот ты расстроилась, и я тебя знаю, типа ты ведьма. И вот так все происходит. Я сидела уже, сидела, думаю, ну, сколько уже, иди, твою мать, сколько уже можно? И представляете, и вот он сидит, и у него часы с руки падают, и между камнями скользят и падают вниз. Э-э-э, япона-мама! Я ему, конечно, ничего не сказала, а сама себе подумала. В следующий раз вообще вот квакай-квакай, видишь, все, будешь расплачиваться за каждое кваканье. Подумай в следующий раз. И я на него так многозначительно посмотрела, он как расстроился. А у него часы такие, ну, недешевые часы, и они у него были уже несколько лет, эти часы любимые. У него есть еще другие часы разные, но эти его любимые. Он говорит, это же мои любимые часы. И я столько вообще, они такие необычные, столько я комплиментов там, все говорили, ой, какие у тебя часы интересные. И вот это все мне вот даже жалко стало. И представляете, я полезла под камни, а камни, как бы сложно объяснить, что это такое. Это же не гладкая там, как галька, знаете, они шершавые, жарко, я в топе. В общем, я там полезла, я думала, что я сниму себе стружку вообще со всей спины, со всего. Но я старалась не касаться. Я вот как змея там вниз, как-то между камнями, как-то. Я говорю, слушай, ну, я туда-то, может быть, смогу спуститься, а вот назад, не знаю, будешь меня тянуть. Он говорит, ладно, я тебя вытащу. Значит, я спустилась как-то под камни, страшно было, жесть. А как, ну, когда стоишь на камнях, сидишь на камнях, оно нормально. А когда внизу, почему-то обязательно должно что-то вот так содрогнуться, и камни должны посыпаться тебе на голову. Ну, там просто, если не дай бог толчок какой-то, там все, можно остаться. Ну, я это сделала, ради мужа. Искала эти часы там под камнями, не вижу ничего. А там темно в ко мне. Я говорю, дай мне свой, фонарик, ключи, дай мне свой телефон. Он мне, значит, дал. А сама думаю, сейчас, если я еще телефон уроню, ну все, я в разводе. Представляете, и так мы часы не нашли. Так мы часы не нашли. Я, значит, промолчала. Потом он как-то стал, отошел, там, отходил. Он, наверное, неделю был сам не свой. Он расстраивался, он надевал то одни часы, то другие, то третьи. Потом их снимал, там, бросал. Говорит, нет, это не то, это не то. Мне, нет, не хочу, хочу свои часы. Все. Представляете, и потом уже прошло время, я ему говорю, ну ты понял вообще, сделал выводы из своего поведения, что на меня плакать нельзя. Но он даже не смеялся. Он такой, я понял. Вот, история семейной жизни. И следующая история. Был у мужа день рождения, это вы знаете, да? И мы в парке отмечали. И его сына, я попросила его сына, договорила, что он будет делать барбекю, жарить мясо. А сынок такой, знаете, вот не промах. Парняга, значит, мы приехали туда, и, в общем, он забыл, что он обещал. И барбекю делал все равно мой муж. И я ему говорю, слушай, так, тут товарищ-то обещал. Он говорит, ну он забыл, он там общается, там, ну пусть, ладно уже. Ну как сыночек, что? Ну, пожалел вот так, ну по отцовски. Он говорит, ну пусть там, пусть развлекается. Ладно, а я-то закусила, я-то его просила, да? Ну ладно. И мы там пошли гулять, там к воде, и вода, и тоже так, бережок сделал, красиво, все, хорошо. И я смотрю, и сыночек стоит, снимает, на телефон снимает видео. Я думаю, а, это он, наверное, своей девушке. Видео снимает. Думаю, я тебе сейчас кадр-то и запарю. А у него девушка есть в Египте, вот он жениться собирается. Ну, это другая история. Думаю, я тебе сейчас кадр-то и запарю. И представляете, и настроение было хорошее. Предокулез мой вот этот врожденный, знаете, вот не выветривай мы с возрастом. И вот я вижу, как он идет, снимает вот эту красивую картинку, да? И когда я попадаю в кадр, когда я делаю вот так, и иду вот такой походкой. Он начинает смеяться. Начинает, ну, смеяться, прям ржать. И говорит мне, Ольга, вообще, я со своей мамой по телефону разговаривал. Она с тобой тоже хочет поговорить теперь. Я думаю, иди, твою мать. Ну, я телефон взяла, мы с ней так перекинулись фразами. Она хохочет, как лошадь. Ржет там прям вообще, у нее слезы из глаз. Она говорит, какая ты смешная вообще, какая ты классная. Думаю, да, да, да. А мне, думаю, ну, старая лошадь, ну, про себя, думаю, ну, вот старая лошадь, ну, что ты кремляешься, да? Ладно. Ну, ситуация произошла. Думаю, ну, это ж как-то ж все равно дойдет там мужа. Думаю, ну, неудобненько получилось. Ну, представляете, да, мы уже бывшие, а я там такая клоунесса берем. Думаю, надо как-то ему сказать об этом, что вот так получилось, как бы так, ну, так себе неловко получилось как-то. Вот я выступила. Нет, ну, я сыночку сказала, а тебя я убью позже. Как бы так весело им было, значит, приехали домой потом уже. И я мужу говорю, слушай, нет, ну, ты можешь не волноваться, твоя бывшая знает, что ты женился на клоуне, живешь в цирке, так что все нормально. Он говорит, что? Я ему рассказала. Он говорит, так это египетская походка. Я говорю, точно, все классно. Он говорит, ну, и я так переживала, думаю, ну, вот, Оля, вот. Вот, и сама себя такая успокаиваю, сама себя успокаиваю, думаю, какая ерунда, ну, и что? Ну, и что? Да, я веселая, да, я классная. А внутри, знаете, все равно неловко. Ну, представляете, баба на пятом десятке такая чебучивает на глазах у изумленной публики. Ёлки-палки. Кошмар. В следующий момент, ну, он будет такой тоже, да, и информативный в том числе. Как я тут уже тоже веселю. Значит, ну, информация следующая, что сейчас, ну, здесь в Америке, а у него сын студент учится, да, в университете. Вот он колледж закончил и пошел доучиваться на высшее, ну, получить высшее образование в университете. И вот студентам там сейчас дают гранты, ну, как, выплаты какие-то денежные, да, просто, как бы, деньги какие-то дополнительные в связи с этим коронавирусом, да, с эпидемией, что вроде как студентам надо же как-то выживать, а сильно заработать кто-то из них там, ну, я не знаю, трудная ситуация, в общем, в стране, и студенты, им тоже трудно. Плюс еще, кроме этих денег, я не знаю, какие суммы, потому что я не спрашиваю. Я не спрашиваю, и, ну, я целенамеренно не спрашиваю, как бы, ну, это же ему дают, там, какие-то деньги дают, знаете, а еще, знаете, так, чтобы он мне скажет там что-нибудь неправильную сумму из своих соображений из каких-то, да, а я вам тут навру. Ну, в общем, я вообще даже не спрашиваю, не лезу. И студентам предложили взять кредиты, кому нужно. Кредиты, я так поняла, они беспроцентные, и на срок 20 до 25 лет, и первый платеж нужно сделать в 23 году, через два года там когда-то, в 23 году. Первый платеж, надо начинать, как бы, выплачивать этот лон, этот кредит обратно. И он собрал, собрать этот кредит, наш студент. И я мужу, я говорю, он с ума сошел, ему деньги, у него есть деньги, ему это не надо. Зачем ему это, я говорю, ты понимаешь, это неправильно. Я говорю, будущее нужно строить так, чтобы, как бы, облегчать свое будущее. На будущее нужно делать все, чтобы оно было легче. Потому что в будущем там он взрослее становится, запросы увеличиваются, новые проблемы будут. Это не значит, что он сейчас тут отлучится, порешает все, и больше у него никогда не будет проблем. Нет, их будет, они будут более, муж говорит, я все знаю, он говорит, ну, бесполезно. Ну, бесполезно, но он все равно сделает так, как он, как бы, считает нужным. Ладно. Я же ему тут мужу плешь ела, ела, знаете, по волосинке подкусывала, 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 вот это все. Сегодня мне муж говорит, ой, слушай, надо напомнить ему, потому что, а он собирается туда ехать и организовать помолвку. Он говорит, ой, надо ему напомнить, чтобы он же поговорил заранее, позвонил ее отцу, отцу невесты, потому что отец невесты работает в Саудовской Аравии, он врач, ну, какой-то он очень такой врач серьезный, чтобы он приехал, да, в Египет на помолвку. Я говорю, стопе, не надо никому никуда приезжать, и не надо никому никуда звонить. Муж такой, я не понял, я говорю, сиди, жди. Я побежала, надела платье в пол, это свое свадебное бордовое, выхожу, говорю, я готова ехать. Он говорит, Оля, типа, мы же решили, как бы, что мы деньги там, да, сильно не направо-налево, говорю, я уже все придумала. Говоришь своему сыночку, пусть берет кричит нам на поездку. Муж смеялся, у него слезы вот так текли. Он говорит, ну, вот как можно с тобой, да, серьезно разговаривать? А я такая уже готовая. Ну, если бы у меня был чемодан еще в квартире, я бы с чемодана вышла. Но у нас чемоданы в кладовке, вынестины все за пределы. В общем, вот такая какая-то у нас гармония, без чудес, без приколов не обходится. Я вам всем желаю счастья, веселой жизни. Видите, я веселю сама себя, веселю мужа, скучать не приходится. Всех люблю и целую. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.